здравствуйте дорогие друзья меня зовут вадим субботин сегодня я вас научу как заполнять анкету на грин карту грин карту которая которая выдает соединенные штаты каждый год она разыгрывается в октябре месяце вы можете заполнить анкету это совершенно бесплатно и в дальнейшем обычно в мае месяце вывешивают результаты вы можете проверить и после этого если вам улыбнется удача вы вполне легально можете отправиться в сша и жить там зарабатывать деньги вообще green card это вид на жительство то есть в принципе существует несколько способов получения до этой грин карты можно в соединиться с семьей заключить брак с американцами работать устроиться да где-то и получить рабочую визу можно стать политическим беженцем например да участвовать в митингах и получить статус политического беженца и также можно вот выиграть совершенно халяву лотерею и уехать и жить в америку так ну как это происходит в принципе прогрин карту можете в википедии все это прочитать очень много информации давайте я вам объясню по шагу как это происходит можно воспользоваться любым принципе браузером например это будет у нас например вот интернет explorer и что мы делаем мы просто выбиваем название да но лучше сделать на английском так вот как грин карт лотере стоит и там напишем и вот первый первая страничка у нас это как раз электроник на вот она у нас красная карта заходим на эту страничку здесь вот мы видим следующие до следующий кнопки на этих кнопках у нас инструкции то есть можно нажать сюда и прочитать инструкции если вы английский язык знаете то в принципе вам будет все это просто сделать если вы не знаете то можно воспользоваться переводчиком google переводчику например да и ознакомиться ватман важный момент так здесь зеленая кнопка мы начинаем начинаем заполнить анкету но до того как вызов начнете сядете заполнить анкету нужно обязательно отредактировать фото то есть вообще процесс заключается в следующем вы загружаете фото заполняйте данные и получаете номер после которого с который с тем номером вы сможете уже потом проверить свои результаты выиграли бы или нет вы первую очередь вам нужно сходить в любой фотосалон ближайший к вашему дому и сделать фотографию прямо скажите фотографу не нужна фотография на грин карту они в принципе все фотографы в курсе какой формат должен быть и вам на почту сразу скинут почту вы ее вытащите и рабочий стол перекинете потом туда погрузите но не всегда даже я бы сказал процентах на 90 случаев до фотографии не соответствует ее нужно доделывать и вот каким образом это делается но здесь у меня на рабочем столе есть пароль пару человек которые как раз вот я им когда-то заполнял эти анкеты попробуем обработать фотографию но я вам покажу кликаем да и здесь все это загрузится дается ответ так что-то у нас долго да иногда сайт подтормаживает связи с тем что очень много людей заходят на страницу и заполняя заполняет анкеты да по всему миру вот у нас здесь вот вы видите разные фотографии как во первых условия да как это все заполняется какие фотографии должны быть то есть вот иксепт был фото из пире and in color то есть фотография должна быть цветной и ясный чистый то есть ясный месяц на 1 на свет светлом фоне здесь вот фотографии какие должны быть какие нет какие нельзя делать например тени должна быть допадать и вот здесь у нас вот есть вот такая вот фото да вот уже не выхода то есть если у вас есть фото то мы можем его обработать нажимаем вот на эту кнопку и здесь у нас сейчас появится такой среда вот смотрите здесь мы можем как раз обработать нашу фотографию что нужно сделать ну выбираем вот нажимаем нажимаем на эту кнопку choose photo нажимаем на эту кнопку и как раз мы вот видим здесь фотографии до которые мы хотим обработать нажимаем до фото и слишком маленькой видеть с графе я которую я выбрал слишком маленькая листы и фото да и да то есть на выбрать большую побольше фотографии давайте выберем другую фотографию например вот эту вот да вот фотография подошла да и смотрите если да тут парень который фотографии сделать на мне фотографии не подходят на слишком маленькой ему нужно будет переделывать форма слишком не подходит здесь вот девушкой она мусульманка и в принципе разрешается фотографироваться в платке если у вас там обычай не позволяет для традиции религия и соответственно можно платки но самое главное что плиту не закрывала то есть хиджаб чтоб не закрывала лицо нормально да то есть нужно подогнать овальную фигуру надо подогнать лицо чтобы было вот так и вот принципе нормально самое главное чтобы вот это вот эти вот ли фотографии не заходила за эти линии то есть и так в принципе вот это у нас как раз то что нужно то есть идеальная фотография можно чуть-чуть побольше вот так вот да вот так вот так как раз то что нужно и дальше мы то делаем фиксируем фиксируем теперь мы готовы подряд что делать дальше дальше мы отмыл немножечко вводим фотографию в сторону и здесь сейф фото то есть сохраним фотографию нажимаем сейф фото и у нас проще всего сохранить его на рабочем столе до фотография сохраняется на рабочем столе и он будет написано краб помечено и сохраняем фотографии уже все она уже догадена до нужного формата то есть вы потом подгрузите так теперь что дальше дальше мы возвращаемся обратно и здесь у нас зеленая кнопка как раз беги начиная нажимаем кликаем и здесь мы видим вот код ну это а вот спама да нужно будет убить и здесь мы можем уже заполнять анкету у нас вначале last family name да то есть фамилия потом нас первые имя и медланы имя отчество но это пожелание на самом деле доходить и заполнять хотите не заполняйте но я рекомендую заполнить да и опять же желательно желательно делать это как загранпаспорте обязательно нужно сделать как загранпаспорт ведь у вас уже есть загранпаспорт то запомните анкету так именно фамилию и имя отчество как это загранпаспорт у вас написано ну напишем например Иванова, Ольга, Ивановна, запомним, дальше мы напишем female, то есть male, потом женщина или мужчина, дальше день, ну, например, 10, 10, например, мая, да. Да, обратите внимание, у американцев не так, как у нас дата выставляется, то есть мы вначале пишем день, месяц, а потом год, у них это наоборот получается, то есть вначале месяц, потом день, потом год, это важный момент, потому что очень часто люди ошибаются, да, то есть вначале мы пишем день, то есть месяц, потом день, потом год, ну, например, год 1980, ну, да, 85, пускай будет, да, то есть вот обратите внимание, не перепутать здесь, не ошибитесь, ну, где city where you were born, то есть город, где вы родились, ну, например, у нас тут разные города, да, например, вот, пускай будет Москва, да, дальше a country where you were born, то есть страна, где вы родились, тут у нас список стран, любые, которые вы можете выбрать, ну, например, выбираем Russia, да, Россия, выбираем Russia, дальше, здесь у нас шестой пунктик нужно, если вы подаете анкету не от той страны, в которой у вас гражданство, а от другой, то нужно нажать no и выбрать страну, от которой вы подаетесь, то есть, например, родились вы в России, а гражданство у вас в Украине, то есть вы будете подавать, участвовать в лотереи от Украины, соответственно, нужно будет здесь вот написать Украину, если вы России родились и российского от гражданства, и вы подаетесь на лотерею от России, то вы просто ничего не меняете, так остается так дальше на фотографии сюда мы погружаем чуть не форум и вот как раз выбираем фотографию которая у нас вот уже не это а вот который уже довели до ума потом у нас заполняется адрес например меня много раз да вот например вот этот адрес уже готовый просто я заполнял очень много анкеты и соответственно адреса уже остаются в памяти этот дом дом может например выбрать сами написать например там вам строение 1 квартир 40 город москва любой выбрать москву дистриста обычно тут чтобы занять чем-то поле данного написать либо вот если вы живете в москве то лучше писать москву это сети да уже город а он сам я обычный обычно пишут либо москву каунте либо москву действительно что-то было записано москву стоит надо потом у нас индекс здесь я просто любое выставляю и танцы танцы ну опять же мы не ставим рашина так здесь мы танцы вы лифт дей страна где вы проживаете сегодня если вы проживаете например не знаю там в азербайджане то ставите азербайджан дальше телефон номер ну любой телефон какой хотите например ну пускай будет любой телефон вот этот телефон до поставим так дальше у нас email допустим любой имел который я в голову пришел просто запишу тоже мы его повторяем записываем дальше здесь вы вот если хаис левого элитейшн и чиф с ковтюбе который какое самое высокое высокий уровень образования вы достигли на сегодняшний день здесь нас primary school начальная школа то есть там первые четыре класса high school но у дегули то есть у вас вы закончили школу 9 класса потом один из классов потом у вас техникум или какой-нибудь колледж так у нас сейчас называют модного да уже потом какие-нибудь если мы закончили если вы поучились университете и не закончили его то есть не полный вышел и пишите сами не верти корс если у вас есть бакалавр как минимум пишите и версии игры и дальше и так у нас 13 пункт замужем и замужем соответственно например да не замужем или жена или не женатый здесь у нас замужем и мой супруг моя половинка не является гражданином соединенных штатов втором случае у нас замужем и мой супруг является гражданином сша диорист разведена вдова и соответственно разведены легально официально разведены до например напишем что не замужем и замку под если у нас получается мы напишем что замужем то нам придется заполнить еще анкету на мужик там тоже фотографии погружается и соответственно дальше у нас число детей количество детей можно не писать да можно не писать можно просто так что будет если мы поставим что у нас есть супруг например так то нажимаем продолжить нажимаем продолжить и у нас дают видите здесь у нас появляется уже анкета на супруга то есть нужно будет заполнить фамилии имя отчество супруга дата именно дата рождения место рождения пол плюс где супруг был рожден потом у нас здесь страна где был рожден супруг да и фотографии нужно будет погрузить также обязательно если один человек выигрывает то второй человек автоматически тоже выигрывает то есть как бы да да но у нас супруга мы будем сайт фотографии там у нас к сожалению не вышла и возвращаемся глубокий парк вам возвращаемся и и здесь нас зеленом написано что что уже мы фотографию погрузили она у нас уже есть память то есть не нужно ее второй раз погружать здесь мы уберем уберем вот поставим америки не замужем и контине продолжим здесь дальше мы проверяем проверяем полностью совпадают ли данные то есть не ошиблись мы где-то да то есть это важно дата чтобы все способ подали потому что какой-то малейшее несовпадением ошибка может повречь что где-то ваша будет не действительно да и сколько стерна дальше от мы смотрим 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 все проверяем проверяем внимательно и потом уже когда у нас все точно спадает мы подтверждаем и вот такой вот у нас будет итог то есть success успех вы зарегистрированы вам выдается номер информацию набор да и здесь у вас вот раз в основе который нужно сохранить где-то не знаю отправьте на почту или где-то его нужно сохранить будет чтобы потом в мае месяце обычно это происходит вы будете проверять ваши результаты сохраняете всю эту информацию делаете скрин и в мае вы можете выбрать в лотерею и уехать в сша желаю вам удачи надеюсь мое видео вам понравилось и если оно понравилось ставьте лайк под видео подписывать подписывайтесь на мой канал надеюсь вам повезет всего доброго до свидания